Медленно умирает тот Кто не задает вопросы об аргументов ему неизвестных И кто не отвечает, когда его спрашивают о том, что он знает Медленно умирает тот, кто становится рабом привычки Выполняя каждый день один и тот же маршрут Кто не меняет направление Кто не рискует менять цвета одежды И кто не разговаривает с незнакомцем Медленно умирает тот, кто не отбивает удары судьбы Когда он несчастлив в работе или в любви Тот, кто не рискует тем, что есть Ради того неизвестного, что может быть, если идти за мечтой Кто не позволяет себе хотя бы раз в жизни Убежать от благоразумных советов Постараемся же избежать смерть маленькими дозами Помним всегда о том, что быть живым требует большого и долгого усилия Живи сегодня, рискни сегодня Сделай это сегодня Не смей умерть медленно Не запрещай себе быть счастливым Не обращайте внимания на меня китайцы Но тут солнце просто светит огненным пламенем И не щуриться я вообще не могу Еще от асфальта все это отображает Ну а мы находимся на озере Тегерн И сейчас мы пойдем вон туда вниз Смотреть на все эти красоты Возле это расположено в Германии В Баварии Тут что-то такие красоты есть Возле него есть три города В одном из них Батвиссе я нахожусь Также еще Тегернзе и Гмунд Как типа википедии было написано Что это озеро возникло в тысяч... Сколько мне? 18... 18 тысяч, по-моему, лет назад Так что откуда они такие факты берут Я не знаю Ну ладно, будем верить И короче Здесь известный курорт Все вот эти вот домики Которые вы вокруг видите Это все отели Все это сдается И в принципе я не думаю, что дорого Надо потом будет посмотреть Почему я здесь остался Вы узнаете чуть позже И как это все получилось И почему Я вообще иду вот в одной кофте И в майке На улице плюс 7-8 вроде было Так что, блин, я хочу сказать Типа, да, единственная проблема Будет зайти в тенек Если там, наверное, будет прохладно Но... Как вам сказать? Я же не пойду в грязные куртки, блин Гулять, а? Это ж Ненормально Так что вперед Маску мы взяли Вдруг что пригодится И шуршим вниз Вот, здесь мы проходим Шпильбанк Это местное охрененское здоровое большое Казино Я от него фотографии смотрел Неплохо там внутри, блин Вопрос, блин Откуда Кто туда столько ходит играть Или это для каких-то местных Богатых людей Бывает, бывает Откроили А мы тут идем дальше Вдоль озера Такая дорожка Идет всю дорогу С деревянным забором Не пожалели денег А вон там внизу Можно к озеру Спустить Сейчас там Дорожка Должна быть Шел себе Шел такой, блин Ну пропустить Такое Я точно не мог Такая Туннелька Под Дорогой Пешеходный переход И меня Что самое Удивило Даже Смотрите Знак стоит Для цепи Нельзя Чтоб они головой Не ударились По сути логики Ну да Тут не особо Много места Если так посмотреть Вот от головы Там Я не знаю Меньше даже До локтях Расстояние Позаботились Даже об этом Так что Блин Видите Какие они тут О людях Заботивающиеся О, блин А там Спускаться Нельзя Наверное Чуть Приватный Парк Не парк А дорожка Куда-то съезжать А, там Наверное Лодки стоят Ага Они сюда попадут Съезжать Здесь Что ли И там Вон Тоже Приват Ничего Так Идем Дальше Я думал Сказать Слово Свинья Типа Грюк Уфига Тут Ванна Стоит Но Самый Прикол То, что Она и здесь Стоит Это Наверное Для воды Или Просто Стоит Чтобы Трубу Держал Я Что-то Этого Особо Не понял Эта Канавка Тут Есть Ну Типа Должна Быть Снежком Немного Завалено Но Есть Сейчас Посмотрим Наверное Впереди Тоже Пару Найдем Или Нет Так Добрались Мы До Самого Озера Сейчас Пойдем Вдоль Него В Городок Бат Висце Посмотрим 13 Июня 1934 Года Кодовое название Операции Калибри Поводом для Расправы Послужил Он Нелояльность Штурмовиков Во главе С Эрнстом Ремом И подозрение В подготовке Путчер Вот Какая Небольшая История Жалко Конечно Что мы Это все Закрыто Но Было Шикарно Туда Пойти Надо Спуститься Аккуратненько Попробовать Водичка Теплая Холодная Интересно Прям Встал Вам Туда Не Нырнуть Ух ты Ледяная Водичка Тут По-любому Есть места Где купаются Тут Будка Прикольная Стоящая Хотите Посмотреть Просто Очень Красивый В любом Наверное Крутой Ресторан С отелем И Всем Что тут Есть Вот Это Вот Отель С Рестораном Совсем Красивым И Самое Прикольное Что тут Есть Уже Официант Подошел Такие Вот Домики Закрытые Внутри Для четверых Человек Они Уже Украшены По-новогоднему Там Всякие Шарики Висят Внутри То есть Вы Понимаете Всю Дороговизну Наверное Этого Ресторана Красота У них Тут Архитектура Вот Эти Дома Вот Эти С Деревянными Балками И так Далее Блин Очень Красивые Тем более Если их Еще Отделывают Там Вообще Смотреть Охота Только Так А жить Тем Более Посмотрите Народ Сидит Себе Наслаждается Приятной Погодкой Солнышком На Лавочках Че Еще Надо Просто Ля Пота Это Легенда Батвиза Получается Это Противоположная Сторона Именно Вон там Вон И Даже Есть Высота Гор Блин Отсвечивает 1564 Метра И Кам Самая Высокая 1607 Метра А не Хиршберг 1670 Метра И Можно Пешком Там Гулять Конечно Все Очень Очень Красиво И туда Хотелось Бы Попасть Но Это На Другой Стороне Смотрите Уйти Прямо Вышли Тут Уходят Вдалеке Не Я Короче Сохранял Соби Это Место Сюда Приеду По Горам Полазить Лето Наверное Тоже Здесь Красиво Какие Тут Прелестные Дома Дальше Идут Все Это Отели Все Это Снимается С Балкончиками Все Очень Интересно Пойдем Дальше Смотреть Жизнь Кипит У них Тут Тоже Вроде Небольшой Городок О Из Дерево Прикольно Ну Деревочные Свера Закрасили Красивенько Смотрите На Просто Лепота Все Расписанные И Все Люди Тут Уходят Себе Спокойно Я Даже Видел Как Из Магазина Без Масок Выходит То есть Здесь И не Настолько Все Плохо Как Это По Новостям Показывают Да Может Быть Люди Заколебались Скажем Так Кому Пофигу Народ Везде Простой А то Что По Телевизору Показывают Это По Телевизору Так Что Пойдем Дальше Посмотрим Что Тут Ну Посмотрите Вот Сбоку Красиво Весь Отдел Разукрашенный Кафешки Тут Лету Наверное Вообще Благодать И Не Обязательно Допустим Ехать Сюда Куда То В Центр И Брать За Большие Деньги Отель Какой То Комнату Можно Блин Я не знаю Буквально Вот Километра Полтора Два Блин Где Нибудь На самой Вершине Гори Горы Можно Взять Отель Я пока Шел Посмотрел В принципе Цены Доступны Там Наверху От Скажем Так 30 Евро И Ну И Наверх Понятно А Здесь В центре Если Хороший Снимать Отель Будет Стоить От 60 70 80 Евро Смотря Одну Комнату Там Две С двумя Кроватями Двумя 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 Кому Кому То Вообще Повезло Шикарненький Маленький Домик Прямо На берегу Озера Понятно Что они Тут все На берегу Но он Выглядит Как-то Очень Красиво Все Все С окошками Маленькими Везде Балконы Факт Везде Балконы Есть Деревянные Красивые Сделаны Некоторые Старые Но Это У них Не Отнимать Олень Верху Прибитый Еще Вон Три Рога Маленьких На самом Верху А Тут вот Ручеек Течет В озеро И Есть Детская Площадка Как это И полагается Красивый Кустик В виде Гриба Да Не Кто В таких Местах Живет Просто Каждый День Можно Радоваться Старить Из Кирпича Сделанная Интересная Игрушка Интересная Игрушка Для детей Но ее Наверное Почему-то Убрали Здесь По идее Что-то Должно Было Быть И Водичка Туда Вниз Детям Здесь Наверное Очень Было Интересно Но Вон Тут Даже Можно Вот Эту Так Она Перекрывается Эта Штучка Течет Красивенько Но Мы Что-то Все Ближе Ближе К Этим Горам Подходим Но До Что-то Как-то Возле Озера Где-то Я Настал Прохладно Мы Сейчас Пойдем В лежак Сядем И Посидим Насколько Здесь Все Продумано Сидишь Себе В Такой Закрытый Не знаю Домики Я не знаю Как они Называются У тебя Вид Просто Шикарный И Еще Плюс Тут Подножки Вот Эти Выдвигаются Прикиньте И Это Все Тут Есть Нужно Красивенько Сесть Вот И Наслаждаться В общем возвращаемся уже обратно время ну не так что поздно 3 час но солнышко зашло на улице стало уже прохладно заметно хотя бы солнышко грело неплохо а сейчас все . нужно затягивать по крайней мере с той стороны куда я сейчас иду сзади меня там где-то в горах садится только солнце и я надеюсь что я сейчас побыстрее дойду и мы увидим этот красивый вид сверху мне еще где-то минут 20 наверно идти я уже запутался потому что идти далеко я быстрым шагом иду так что скорость скоро уже придем вот там где-то внизу возле унте гор мы гуляли и все это обратно пешком шли горка очень тяжело он машину жимая стоит почти уже дошли это хорошо радует в итоге как это все произошло и что случилось ехал я короче сюда выгружаться вез сено но не такое как до этого на палетах скажем так упакованы какой-то мелкая и в итоге приехал сюда мужа еще дома ее не было рассказал у него какой-то там термин он приедет чуть позже я уже когда это узнал то что у меня грузится только завтра адреса где грузится мне еще не дали не получается я вернул тебя в руке подождем типа мне спешить некуда я у меня сама потом уже конец рабочего дня скажем так ну и в итоге она окей ладно все хорошо приезжает наверное 53 40 и муж выгрузил меня я у него начал спрашивать где тут можно встать типа на большом машине он сказал типа особо тут пачков нету адреса где грузится у меня тоже не было в итоге он пошел к своей жене что-то не там ля 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 он выходит такой вот ну если хочешь можешь короче тут остаться мы тебе комнатку выделим я такой блин я очень реально типу он такой ну да типа как проблем нету со мной не сезон никто не ночует да и типа ты нам все-таки привез сену я вну блин окей ладно спасибо типа ваше ну и вот так в итоге я остался здесь ночевать вот в этом отельке ну приватный газхов них вот тут коровки их не так что такие вот дела а мы сейчас пойдем в душ потому что я замерз в общем вот такой вот номерок это типа зал главы этот со стульчиком телевизором шкаф холодильник тундочка с микроволновкой все есть и походу пока меня еще тут не было не дверь не закрывал воды принесли и пару конфеток какие они вообще заботливые также у них тут есть кухня сейчас свет найдем кухня так маленькая сделано с вытяжкой все из дерева на жену таблицовку деревянную сделали по одно вас есть вилки ложки тарелки кофемашинка все лежит все есть и и мухобойка есть красиво тут все прекрасно дальше что у них тут на спальне есть на спальне такая вешалочка это подушки под стулья который находится сейчас покажу где он такая крова . вот это конечно я не знаю дверь в другие комнаты насколько я походу понял потому что я открыл одну дверь а за ней вторая не знаю не будем заходить и вот тут такая вот ванна все чистенько углубленко все в перфейте самое большое что мне понравился здесь это вот этот вид с балкона это просто лепота смотрите на это генди насколько тут шикарно летом вот по сути лейки вы будете вон там внизу где-нибудь где в городе ходил снимать домик вас вид но не настолько будет потому что здесь вы все-таки на горе и у вас вид прямо шикарно да до города ехать и чем если вы сюда приезжайте в отпуск вы приезжаете на машине на машине на машине до туда до города блин даже 5 минут нету так что вот кстати столик у них не переключено кидной и вот у нас ключики есть и бешок куда же вещи сушить и этим стал не закрывается так что мне нарекаться вообще не на чего потому что скажем так приютили и я за это им очень большое спасибо должен сказать по сути лейки они вообще не обязаны были но в аварии народ прекрасный хороший добрый да 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 может быть не везде но в основном и кстати чай еще по ходу заметил что тут не показался этот батарея думки бог подогрел но оформлена здесь конечно шикарно то есть деревянные потолки как и дома снова выглядит так и внутри все под дерево это никогда не сломается да не толстая фанерка но все равно шикарно так что мы сейчас бежим о кто-то тут свою рюмочку забыл бежим идем в душ и я не знаю пойдем мы еще чуть попозже на улице ли нет хотелось бы нападе на другую сторону там мостик есть интересненький вроде нашел но не знаю время уже три часа сейчас пока туда-сюда покушать и не знаю короче посмотрим еще надо посмотреть сколько мне ехать адрес мне прислали на загрузку будем отдыхать вот насколько я еще раз убеждаюсь уже как бы вечером шестой час собираюсь короче спать идти поедем мы не знаю часов наверно в 5-6 5 наверно где-то так короче посмотрим и вот насколько я убеждаюсь то что реально люди здесь очень добрые приветливые и за меня даже слов не до после сегодняшнего дня как бы бавария и те люди которые вот своих домах живут газов вот эти отели типа держит и так далее все очень доброжелательные вообще просто баре слов нету и вот я у них спрашивал короче я к ним заходил на сайт они тут сыр делают то есть у них то идет коровы которые есть их там очень приличный много у них и вот насчет сыра я у них спросил и как бы без проблем принесли сыр получается то что молоко сдают они вот ссылают туда вот один она мне принесла получается вот на этой фирме его упаковывают то есть они туда сдают там этот сыр производит и вот именно их не сыр который они сами себе здесь и делают упаковали в такую эту бумажку нарезанные разных сортов наверное пахнет запах парочку пойдут на бутерброды а парочку поедут со мной домой попробовать остальным членом семьи но все мы идем гулять мы больше никуда не пошли он машинка моя стоит все пойдем на балкон выйдем надо надо вам этот вид вечерний тут здешний показать все ботиночки возьмем опа я не знаю насколько камера это передаст плохо на передает надо фотку сделать просто красота а озеро не видно а вот горы и вот все что вдоль побережья прям вообще летом наверное уже тут еще светло когда солнце садится вообще благодать а вон там наверху не знаю через мой палец будет видно нет где он есть а вон там вот там вот это вот капелля которая находится на 1207 метров над уровнем вот этого таганзы и насколько я понял как они сказали то есть на посмотреть потом а ну там вот вдоль вот там наверх вот видите фонарики не спускаются там типа можно на этом на лифте подымался это надо загуглить вы думали на этом все но как бы не так ну почти нам еще предстоялось на следующий день из этой деревушке из этого хотели на горе выбраться но по итогу смотрите дальше но я вас могу обрадовать мы оттуда выехали не собрав ничего и все осталось целое все выбираемся мы отсюда скажем гостеприимным хотя и вам большое спасибо коровку спасибо за сырок за все остальное и теперь надо как-то отсюда выезжать нифига не видно сейчас побегу на конечно ну ладно погнали все ребят я выехал отсюда с горем пополам и мы будем очень надеяться мы сейчас здесь вверху проедем потому что если нет это будет катастрофа так и давай мы на елочку и поедем потихоньку крутые заворотики которые вот планом короче я оттуда выехал блин только с третьего раза в этот поворот я просто него зайти там уже сзади меня и приехал этот посыпатель и еще один но небольшой лкв приехал блин как тут все плохо выглядит балконы торчащие надо окна открыть чтобы хотя бы услышать блин если кого зацепил а потом будет выключить не забыть это лишь колеса набрал лакировку а то блин я пустой а наборку брум 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 и нифига не хочет ехать что-то я уже честно говоря немножко запаздываю я и так вроде пораньше встал ну блин не думал что я так долго буду выезжать не я думал уже но не додумал походу нормально пролазим или может быть это только начало или может быть это только начало давайте остановимся уже и выключим ее так скорость выключили это выключили выключили все отпустилось можно ехать вот как реально мне повезло что мне поменяли колючки а как мне не повезло что тут очень так как-то узко более ну понаставили все эти буйки тут миллиметры там миллиметры и сам прикол в том что не стоит нигде знака что на фуре нельзя а был бы ты тут на полу прицепе все равно смерть ни одного без ворота бы не хватило чтобы вы смогли реально бы красиво вперед протянуть и потом завернуть попробовать можно было бы но так нам черно логично больше некуда где узко там нам туда и почему-то это все должно быть ночью ночью блин что на бордюр лезть не особо охота блин не могли свой этот забор убрать ну шаг каким то там он не знаю задним прицепом наверно на бордюр пойдет нет нет я честно говоря даже не видел камеру чтоб он за ее оплывал иначе мы прошли эта деревня когда не закончится нет вот если кто-то на встречу еще подхожу Главное чтобы не такая большая А то там тот чувак прилетел откуда-то, который приехал там, я не знаю, какашки выкачивать, наверное, туда, где я ночевал. Причем, кстати, без, без, без нашего умного. Чем он не загорается. Ну а там сзади меня уже кто-то шуршит. А это че за ворота в преисподню? Ну, типа все, проедешь через них, ты молодец, ты выехал из самого, я не знаю, как это сказать, ужасного места, где можно было бы застрять, не проехать. Ладно, все, тут уже вроде широко, катим. Ну, у них тут уже в деревнях везде елочки стоят, во дворах свои нарядили. Вон она одна. Вон она одна. На улице фонарик. Тут еще навал. Смотри, что-то такое интересненькое, все разукравшено, да, увешено, едем оно. Ах, даже не успел прочитать, что там было, блин. Блин, ну почему вот, потому что, блин, красивые места достаются почему-то ночью. Окей, да, я вчера и как бы днем ехал, но фото всегда их смотри, сниму всегда днем ехать. Это как-то логично. Так, вон, знак на автобан, на восьмерку. Можно сказать, уже выбрались, запаздываю немного, запаздываю. Грузиться мне, по идее, там и в 7. А прилет у нас, поэтому без восьми, поэтому без пяти. Так что как-то плюс-минус, что-то мы не успеваем и идет в критык. Садьбы нигде не должны, вроде. Здесь там все на восьмерку, где кто-то бить не будет. Ах, ладно, посмотрим. Люди забудут, что ты говорил. Забудут, что ты делал. Но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. На этом все. Надеюсь, вам очень понравилось и было интересно смотреть это. Я думаю, ну, точнее, я не думаю, я знаю, что некоторые, и кто меня смотрит, из них есть и водители. Да и, в общем, сказать так, если у вас предоставляется возможность куда-либо выбраться, выехать, либо вы где-то встали возле какого-то городка, деревни, где можно интересно сходить, что-то посмотреть. Не теряйте время. Если у вас особенно пауза большая, выходите, потому что те впечатления, которые вы получите, они у вас останутся. И насколько не было бы плохо на следующий день, у вас все равно все это будет сидеть в голове, и оно у вас будет радовать. И даже, наверное, с другой стороны, если у вас и небольшая пауза, даже те же самые, там, не знаю, 10 часов, выйдите на час, погуляйте. Много мест красивых. Есть, да, есть то, что, если вы где-то встали, и куда выйти нет, это одно. А если предоставляется возможность, не сидите, не тухните в машине эти 15, там 13, 12, 16 часов, вам это ничего не принесет. У вас ничего в голове не останется, если у вас работа это будет добивать. Вы просто будете работать для того, чтобы иметь что-то в кармане. Она вам должна нравиться. Так что, всем удачи, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...